Добрый день! Мы с Дмитрием Евгеньевичем решили, что то, что планировалось здесь продолжить обзорную часть, которая была начата с точки кипения, сегодня сюда не выносить, а вынести ее на зонт, поскольку там это будет, наверное, более интересно. А сегодня подробно рассказать о том, чем я занимался совместно с Singularity Нет в течение последних двух лет. Это два проекта. В среднем объеме я постараюсь представить. Это один проект, посвящен проблеме обучения языка без учителя с получением модели языка не в виде нейронной сети, которая непонятно что из себя представляет, а получение понятной человеку грамматики и онтологии. Это один проект. И второй проект, он посвящен репутационным системам для человека машинных сообществ и экосистем. Значит, начиная с проблемы Supervisor Language Learning, этот проект, он начался в 2014 году в активной фазе. Его автором, как бы идейными руководителями были Бен Герцель и Лайна Слепстас, автор формализма и представления естественных языков в виде форматики, грамматики и линграмма. Вот. Он в последней работе не участвовал. Ну вот, значит, здесь авторский коллектив. И задача, собственно, вот этого проекта заключается в том, чтобы исследовать, насколько мы можем построить языковую модель, имея на входе неразмеченный языковой корпус текстов, никаким образом не используя никакого подкрепления. То есть мы не используем Reinforced Learning, мы не используем Supervisor Learning, мы в чистом виде реализуем Supervisor Learning, причем в результате подачи на вход системе большого набора текстов на том или ином языке, мы, предполагается, должны получить языковую модель в виде понятной человеку грамматики, где все слова относятся к каким-то либо частям речи, или грамматическим категориям, и онтологическим категориям, а также выявлены понятные интерпретируемые связи между различными частями речи. Таким образом, что мы можем осуществлять грамматический разбор, видя предложение ISO, DSO, мы можем понять, что слово в первой позиции это у нас pronoun, слово в второй позиции это у нас verb, слово в третьей позиции это у нас article или terminer, и слово в четвертой позиции это у нас тоже глагол. При этом мы по ходу дела понимаем, что два символа SO на самом деле являются различными словами, которые относятся к различным частям речи. Вот здесь вот как бы показана общая схема того, что может происходить в компьютерной системе с языком, то есть у нас есть с одной стороны социальное окружение, из которого поступают тексты на естественном языке, и в которые они попадают, а также от этого социального окружения может быть какая-то, значит, либо обратная связь, либо какой-то supervision, либо какой-то reinforcement. Значит, и мы в данном, да, а внутри системы может быть, собственно, и обучение этому языку, дальше, если мы язык знаем или обучились, и мы можем осуществлять comprehension, то есть мы можем понимать смысл того сообщения, которое на этом языке нам передано, и в итоге мы можем отвечать, значит, также на этом языке, осуществлять генерацию каких-то выражений на этом языке, давая обратную связь внешней среде. В этом проекте мы ограничиваемся только проблемой learning, то есть мы получаем информацию на вход, а на выходе мы должны некоторым магическим образом получить грамматику и антологию. Понятно, ну, по крайней мере, вот мне понятно, что в общем, и большинству участников проекта, понятно, что в общем случае эта задача не решается, потому что без какой-либо связи с внешним миром, без того, что называется grounding, мы не можем, так сказать, понять, адекватно соотнести части речи, по крайней мере, с какими-то смыслами в окружающей среде и выявить их смысловые отношения. Но, тем не менее, задачей этого проекта является понять, насколько далеко мы можем продвинуться, и если насколько-то мы можем продвинуться, то разработать технологию, которая в дальнейшем будет помогать людям изучать новые языки. Причем под языком здесь понимается не обязательно там русский язык, английский язык или китайский язык, под языком подразумевается какая-то последовательность символов. Ну, первый пример. Вот, допустим, сейчас в Гонконгском политехническом университете идет проект, где вот та технология, про которую я буду рассказывать, будет где-то использоваться для обнаружения аномалий в сетевых паттернах. То есть, задача есть набор сообщений и состояний, которые наблюдаются в компьютерной сети. Вот, эти состояния представляются некоторыми, условно говоря, символами, и мы пытаемся выявить закономерности в этих символах, взаимосвязи между этими символами, и таким образом построить некоторую, так сказать, условно говоря, языковую модель или грамматическую модель процесса, который проистекает вот в конкретной среде. Другой пример, который периодически обсуждается, вот буквально недавно в Институте цитологии и генетики эту проблему обсуждали, что точно так же мы можем относиться к последовательности генов, как к некоторому языку, да, то есть каждый ген – это некоторый символ, они как-то друг к другу могут пространственно соотноситься, и мы можем выявлять закономерности между ними и выявлять, значит, какие-то паттерны, какие-то структурные шаблоны в генетических последовательствах. Вот, третий пример, значит, который здесь, да, если говорить конкретно о языках, вот здесь вот приведен набор применений, еще одно применение, значит, здесь не указано, вот в пятницу выступали с обзорным докладом, выступал товарищ в университете из МФТИ, рассказывал про проект Дипаулов, вот, и по ходу дела он делал обзор существующего состояния различных систем построения текстовых ботов, вот, ну, чат-ботов, вот, и там, значит, лишний раз было сказано следующее, что есть проблема того, что называется perception со стороны чат-бота, и есть проблема, что называется, значит, expression, да, или production со стороны чат-бота. То есть, если мы абстрагируемся от того, что происходит у чат-бота внутри, проблемы для того, чтобы понимать, что, чего пользователь хочет, у чат-бота есть там накатанная технология, там создаются интенты, в этих интентах описываются слоты, и дальше либо какими-то регулярными выражениями, либо какими-то шаблонами, либо с помощью нейросетевых методов. То есть, сначала мы выявляем интенты, а потом каким-то образом заполняем эти слоты и пытаем, понимаем то, что нам, что пользователю нужно. А вот для того, чтобы пользователю что-то сказать, на сегодняшний день никакой технологии, кроме ручного кодирования шаблонов, ее просто не существует. Так вот, если время останется, я покажу, как с помощью вот этого формализма линграммор и структурного представления языковой модели можно, в принципе, перейти к тому, чтобы генерация текстов на естественном языке осуществлялась не методом ручного кодирования шаблонов, а некоторым более интеллектуальным способом. Значит, ограничение определенное для этого проекта, то есть мы не пытались объять необъятное. Во-первых, мы предположили, что мы работаем с корпусами хотя бы неразмеченными, но контролируемыми. То есть мы управляем сложностью корпуса. Мы не выпускаем, значит, мы не создаем робота, который выпускаем в интернет, и он читает, там, скачивает все страницы и пытается там разобраться, где на английском, где на русском, где графика, там, где псевдографика, где HTML, где PDF. Вот мы ему готовим корпуса, значит, определенным образом контролируя сложность. Вот в примере, про который я буду говорить, о примерах, которые я буду дальше показывать, мы работаем с тремя корпусами. Один корпус – это очень маленький корпус, что называется Small World, где есть там буквально, так сказать, 10 понятий, там 20 глаголов, вот, и, так сказать, они все тесно между собой взаимосвязаны. Следующий корпус – это Child Director Speech, это набор, значит, стандартный университетский набор, значит, который получен записью общения большого количества мам с большим количеством детей. И вот все возможные взаимодействия, которые между мамами и детьми могут происходить, вот они тоже сформулированы в таком тексте, видите, это корпус от текстовых диалогов. И третий корпус уже максимальной сложности, значит, не максимальной, предмаксимальной сложности, это так называемый Gutenberg Children Corpus. Вот есть Gutenberg Corpus – это коллекция всех текстов англоязычных, накопленных мировой литературой, а есть подмножество этого корпуса Gutenberg Children Corpus – это, значит, только детская литература. То есть все мировые произведения на английском языке, может быть, за исключением последних, вроде Гарри Поттера. Значит, это вот второе, первое ограничение, значит, что мы контролируем то, чему мы учим. Второе – мы используем Lingrammar. Значит, Lingrammar – это достаточно устоявшаяся технология, в частности, у нас в Институте системы информатики группа Музина и Батуры, они с этой технологией работают для, значит, написания тюркских языков. Эта технология, она позволяет, во-первых, формальным образом описать грамматику любого языка, а во-вторых, загрузив эту грамматику в программу, которая называется Lingrammar Parser, получать разборы предложений на этом языке. Под разбором предложений поднимается, значит, аннотация частей речи и построение структурных связей между выявленными частями речи в предложении. Вот, на самом деле это более-менее хорошо на сегодняшний день, это работает только для английского языка, но вот исследователи разных стран мира, в том числе Новосибирске, пытаются, значит, используя этот формализм, создавать словари и грамматики формальные для других языков. Делается это все вручную, и как раз одно из применений возможных данного проекта – это дать возможность вот этим вот людям, которые вручную кодируют грамматики для Lingrammar, делать это, если не автоматически, то хотя бы полуавтоматически. Значит, следующий интересный момент, значит, это мы используем понятие MST-парсер, но про это я скажу позже более подробно. Значит, мы не учитываем морфологию, то есть для нас слово является символом. То есть если у нас есть два слова, которые там отличаются суффиксами или приставками, или если у них там есть разночтение в написании из-за там вариаций типа там или какие-то очипятки, вот мы это игнорируем. Считаем, что два слова разных, вот, ну ладно, это уже неинтересно. То есть вы нормализацию не проводите. Что значит нормализацию? При идти на словах нормализация. Нет, 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 нет. То есть мы считаем, вот там можно обсуждать, хорошо это или плохо, но вот фактически мы сейчас, для нас слово – это символ. Иероглиф – это символ, слово – это символ. Символы разделены пробелами, там, табуляциями, запятыми, точками. Точка и запятая – это тоже символы, кстати. Значит, что себя представляет линграммар, который нам дан как данность? То есть линграммар, значит, еще раз повторю, кто не в курсе, это отдельный продукт, который также разрабатывается в рамках проекта OpenCock. Вот у него регулярно выпускаются новые версии, есть большое сообщество мировое, которое с ним работает. Мы его используем просто как некоторую данность, как средство для хранения информации и представления данных. Значит, основными понятиями вот этого линграммара являются, во-первых, понятия грамматической категории. Вот, например, cat и snake – это слова, которые относятся к одной категории. И то, и другое – это глаголы, определяющие одушевленное лицо. Категория мэри – это категория имен собственных. Значит, вот мэри – это представитель этой категории. То есть, и все слова, они в этом... То есть, этот словарь, на самом деле, представляет, прежде всего, список различных категорий. То есть, например, можно сказать, что на этой картинке мы можем... Мы видим слова лингрэма, в котором есть раз, два, три, четыре, пять категорий. Пять категорий и всего в лексиконе семь слов. В этих пяти категориях. Значит, антологии – это не называется, то есть, в терминах вот этого сообщества, это называется грамматикой или набором правил. Хотя, с точки зрения семантики, каждая категория – это, так сказать, узел или группа в грамматической антологии. Значит, обозначу, что именно грамматической. То, что здесь нет линграммор, не привязан никакой семантики, не привязан к настоящим семантическим антологиям – это вот то, чего нас, с моей точки зрения, не хватает, и что может быть предметом дальнейшего света. Но здесь сейчас вот все эти категории, они созданы исключительно с точки зрения грамматических правил. Вот, значит, второе понятие, которое есть, это связь и коннектор. Что такое связь? Связь – это определенный тип взаимодействия различных грамматических категорий. Например, существительное и глагол, или имя собственное и глагол. Вот, например, мы видим стрелочку S и S. Так, есть, вот S и S. Вот S и S – это на самом деле логически одна связь, которая связывает имя собственное и глагол. Причем у этой связи есть две половинки, есть коннекторы. Один коннектор смотрит справа налево, другой коннектор смотрит слева направо. Соответственно, мы можем сказать, что у нас из каждой категории могут расти коннекторы в сторону других категорий. Туда право, не налево по ходу текста. И последнее важное понятие, которое есть в инграммаре, это понятие дисджанка. Дисджанк – это конъюнктивное объединение нескольких коннекторов. То есть мы говорим, что если у нас, вот, например, типичный дисджанк. Значит, дисджанк говорит о том, что слово «честь» или категория, включающая в себя слово «честь», она должна иметь слева стрелочку, которая смотрит на стрелочку типа «С», а справа стрелочку типа «О». То есть налево должно быть указание на «саджик», а направо должно быть на «Обжик». А сама категория, на самом деле, это у нас глагол. Соответственно, вот эта категория, вот этот вот дисджанк, она описывает лингвистический шаблон типа «СВО» – «саджик», «верт, обжик». Вот, и, соответственно, вот это вот пример кодирования вот этой вот грамматики из множества категорий, из множества коннекторов и дисджанков, где каждая пара коннекторов с плюсом и минусом описывает одну связь. Значит, вот как выглядит, собственно, программная реализация того, что мы делаем в рамках этого проекта. Значит, у нас на вход подается корпус, потом осуществляется некоторая чистка и токенизация. Чистка занимается тем, что делает корпуса, то, что я сказал, контролируемым. То есть мы выкидываем таблицы, мы выкидываем там какие-то спецсимволы, мы выкидываем разметку HTML, мы, если мы, допустим, хотим учить английский, мы выкидываем тексты на китайском, вот, и получаем некоторые текстовые файлы, разбитые на предложения и слова. Следующая позиция. Следующий блок занимается дезамбигуированием или решает задачу World Synthesys Ambigation. Этот блок решает как раз проблему выявления того, что если у меня есть предложение типа ISO, DSO, он говорит, что ага, вот первое SO это, наверное, что-то одно, а второе SO это что-то другое. То есть на этом этапе мы не знаем, что это существительные глаголы, там, какие-то определенные смыслы в этих словах, то есть мы просто видим, что эти два слова являются сущностями, которые работают в разных контекстах. Вот, причем на сегодняшний день эта задача решается следующим образом, что используется как раз нейросетевая технология, используется пакет Adagram, вот, по-моему, это москвичи его в свое время делали, вот, и этот проект, и он просто, вот, если, так сказать, настроен этот Adagram таким образом, что мы формируем немножество некоторых контекстов и видим, смотрим, что если какое-то слово попадает в несколько, выявляется в нескольких различных контекстах, то каждый контекст, выявленный в тексте, говорит о том, что это слово имеет определенное значение. Я дальше покажу пример. Вот, и вот следующий, один из двух важнейших блоков, значит, это так называемый текст парсер. Вот, и текст парсер делает следующее. После того, как мы превратили поток символов в поток символов, значит, расщепленных на смыслы, мы из этих символов получаем какие-то неразмеченные сырые парсы. То есть, что такое парс? Это, например, значит, давайте я сейчас расскажу, значит, пройдусь, а потом пойду подробнее. Значит, после того, как мы получили парсы, которые связывают слова в предложениях, вот здесь вот мы подаем их на вход компоненте, которая, собственно, учит грамматику, формирует грамматику в символном виде. Ну, и потом у нас есть еще компоненты, которые тестируют эту грамматику, чтобы понять, собственно, качество всего остального процесса. Она занимается тем, что она сравнивает, берет грамматику, полученную в результате вот этого, так сказать, самоучителя, вот, и сравнивает, и пытается с помощью этой грамматики получить парсы для исходного текста. А потом сравнивает те парсы, которые получили с помощью грамматики, относительно тех парсов, которые были даны на вход и которые можно считать эталонами. Ну, и там, так сказать, дается отчет с конкретными циферками. Вот, теперь как работает это вот с точки зрения парсинга. То есть, у нас на входе есть просто корпус, где множество предложений идут. Вот, и мы эти предложения можем превратить в сырые парсы множеством различных способов. Каждый парс – это некоторый способ связать слова предложения в дерево. Вот, причем, на самом деле, есть две, как бы, основных технологии парсинга. Есть Constituency 3, есть Dependency 3. Вот, я не буду сейчас сдаваться в подробности. Вот, нет, мы используем парадигму Dependency 3, где каждое слово связано, должно быть связано хотя бы с одним-другим словом, для того, чтобы, как, парс был полный. Вот, и получить эти парсы из исходных предложений мы можем следующим образом. Во-первых, если у нас есть исходная грамматика, мы можем просто загрузить эту грамматику в линграммар парсер и разобрать эти предложения с учетом известной грамматики. Таким образом, например, мы можем получить эталонный набор. То есть, если мы хотим, допустим, проверить, насколько хорошо работает вот этот вот наш граммар лёня, мы сначала с помощью эталонной грамматики, распарсивая, получаем в большом объеме эталонные парсы, а потом, так сказать, получив другим способом экспериментально полученную грамматику, мы сравниваем уже вот с эталонными парсерами любые другие. А вот дальше идут уже остальные способы того, как эти парсы получить. Значит, вот эти вот два парсера, они тоже используются, что называется, для сравнения для меня, для получения бейзлайна. Рэндом парсер. Рэндом парсер просто берет и все слова в предложении связывает между собой совершенно случайным образом. И тогда мы можем сравнить, а вот то, что мы получили с помощью грамматики, которую мы получили экспериментально, и с помощью её получили парсер, насколько это вообще лучше случайного пересоединения слов. Второй вариант. Следующий. Это sequential парсер. Sequential парсер, он просто берет последовательных слов в предложение и связывает их по алгоритму link-it-lease. Опять-таки, это некоторый контрольный пример, который говорит о том, что, а что будет, если мы не будем использовать там никакую умную технологию, для никакой пластелизации, никакой индукции грамматики, а просто тупо свяжем все предложения в последовательности. И насколько это хорошо будет работать. Как можно было ожидать, и как мы это увидим дальше, для английского это работает лучше, чем что-либо-то ни было. Ну и, наконец, собственно, предметом половины всех работ этого проекта это была попытка найти технологию, которая будет строить вот эти вот парсы, что называется, статистическим образом. То есть, анализируя статистику распределения слов в исходных предложениях, получить некоторые парсы, которые позволят построить грамматику достаточно близкую к ожиданию. Здесь использовалось два основных подхода. Первый подход это традиционный, который, собственно, начали использовать в 2014 году, а инициаторы проекта это так называемые МСТ парсы, который вначале считает взаимную информацию между всеми словами в каждом предложении, аккумулирует взаимную информацию, нормализует ее в рамках всего корпуса, а потом для каждого предложения он пытается соединить слова вместе, таким образом, чтобы общая суммарная взаимная информация в пределах всего грамматического дерева была максимизирована. И второй способ, который был попробован в этом году, использовать последние достижения нейросетевых технологий от компании Google, последний движок BERT, который сейчас вообще используют все, то есть на конференции Ичкай в Китае в этом году вообще половина всех докладов, которые были, точнее 90% всех докладов, докладов про НЛП, они были связаны с нейронными сетями, и половина из них была связана вот с этим конкретным BERT. Что делает BERT? Значит, BERT это вот такая очень сложная нейронная сеть, которая умеет предсказывать следующие слова в предложении в зависимости от предыдущих слов предложения. То есть если мы скорбим, грубо говоря, корпус детской литературы этому BERT, то он сможет на «мама мыла» сказать «рама». То есть он угадывает слова, которые являются предложением. То есть такой универсальный предиктор символиков. И некоторым образом была разработана технология, которая вот эту вот предсказательную силу различных слов в предложении умела конвертировать то, что мы называем «contextual information». И вот эта вот взаимная и контекстуальная информация, она также использовалась для того, чтобы для каждого предложения построить разный, построить совокупность связей, максимизирующих эту контекстуальную информацию. Значит, разница между вот этим вот и вот этим заключается в том, что вот здесь вот у нас взаимная информация, она едина в масштабах всего корпуса, а здесь она работает в зависимости от контекста. То есть «мама мыла» в одном предложении могут иметь одну связь, а и та же самая «мама мыла» в другом предложении, у них может быть другая взаимная информация в зависимости от контекста. И как мы увидим дальше, вот этот вот способ оказался чуть-чуть более точным. Ну, это вот пример просто того, как работают различные парсеры. Значит, «линграммар» парсер на входе берет грамматику в формате «линграммар» и предложения, и получает дерево разбора, так сказать, с размеченными типами связей и категориями слов. А «mst» парсер сначала насчитывает «contextual information», потом на ее слове строит парсеры и строит то же самое дерево разбора, но где связи и слова уже не размечены. После чего мы берем вот эти вот неразмеченные парсы и пытаемся с помощью граммар-лёнера, про который я сейчас быстро пробегусь, уже получив на входе парсы, на выходе получить грамматику. Значит, граммар-лёнер может, получив на входе слова, соединенные между собой в парсеры, либо работать со словами, либо разобрать вот эти вот парсы на коннекторе, работать с коннекторами между словами, либо зная, в каком предложении, в какие наборы связи объединяются слова, то есть мы видим дизджанты, работать с дизджантами. Соответственно, вот в одном из трех пространств мы можем работать, в пространстве дизджантов результаты получаются наиболее адекватные. Дальше. Последующая кластеризация слов в грамматические категории может делаться либо без понижения размерности в разреженном векторном пространстве, либо слов в связи, либо дизджантов, мы работаем с дизджантами, либо на начальном этапе мы пробовали понизить размерность, для более эффективной работы через демальт-процедуру демальт-редакшн, используя метод СВД. Но сейчас мы работаем в низжатом векторном пространстве. Были, опять-таки, использованы различные алгоритмы пластеризации. Значит, на последнем этапе остались гулятивные пластеризации из пакета, из бетоновского пакета. И еще, значит, наш собственный алгоритм, когда пластеризация сводится к тому, что мы объединяем в категории те слова, которые имеют идентичные наборы дизджантов в исходном корпусе. То есть такая очень простая, очень грубая пластеризация, но которая, в общем, пока получает, на самом деле, результаты немножко лучше, чем гулятивная пластеризация, когда категории становятся больше. Но здесь получается больше категорий, гораздо больше категорий результатов, чуть-чуть точных. Здесь получается гораздо меньше категорий, и результаты чуть-чуть менее точных. Ну и после того, как мы получили категории слов, мы уже, значит, по этим категориям, зная, какие слова относятся к каким категориям, и как они связаны между собой в исходных парцах, делаем то, что называется граммор эндакшн, которая может быть потом дополнительно подвергнутой генерализации. Формируется грамматика, может быть построено дерево слов, где в некоторых случаях можно усмотреть зачатки антологии, про которые я скажу. Вот это может визуализироваться. Ну и грамматика сама может сохраниться в формате линдрама. По поводу процедуры оценки качества. То есть каким образом мы пытались понять, какие алгоритмы, какие параметры работают лучше. Значит мы брали и работали с двумя типами парсов. Во-первых, мы берем из входного корпуса и получаем парсы с помощью эталонного английского словаря или набора правил. Может быть даже иногда их правил вручную, чтобы убедиться, чтобы это точно у нас золотой стандарт получился. И получаем референс парсы, с которыми мы все сравниваем. А второй вариант, это мы получаем, значит, входные, значит, на основе вот этого статистического парсера получаем входные парсы. И можем сравнить тех парсов, которые мы получали на выходе вот этого парсера. И сравниваем вот эти исходные парсы для граммарьонера с референс парсами. И получаем первую оценку. То есть мы получаем, что называется, качество исходного материала, который дальше служит потом для формирования грамматики. После чего мы формируем грамматику, строим, значит, получаем эту грамматику в формате линграмма и загружаем ее в граммартестер, который берет уже опять-таки линграммар парсер, но только уже с этой грамматикой, с нашей, не с английской, и получают еще одни парсы, которые мы тоже оцениваем и тоже получаем оценку. Значит, парсабилити это процент того, сколько мы разобрали, да, разобрали мы там, значит, все предложения или только часть, или там разобрали половину предложений, а из них только треть, разобрали все слова. Вот, а F1 это, значит, обычная F-мера, где мы просто сравниваем количество связей по предложению. Значит, примерные параметры тех корпусов, с которыми мы работали, вот POS English, это вручную созданный, значит, корпус для маленького мира, вот, то есть всего там, значит, 55 уникальных слов, 4 слова средняя длина предложения. Дальше, значит, диалоги мам и детей, значит, тут все посерьезнее, и, наконец, Гутенберг-чилдер, Гутенберг-чилдер. Значит, вот пример дезамбигуирования. На ходе у нас предложение есть, значит, мама видела папу с пилой, или мама видела папу, да, мама видела папу с пилой, двух различных вариантов, да, тут, по-моему. Сейчас, секундочку, секундочку. А, это да, это просто использование, это предложение мама увидела папу с пилой с различными параметрами, просто преобразованные. И вот, и вот, что мы видим, что в одном случае система более-менее правильно выявила, ага, что вот у нас есть со типа А, ну, здесь могла стоять единичка, там, или Х, а вот у нас есть со типа Б, или могла стоять двоечка или И. То есть мы выявили, что есть два различных, две различных сущности со, которые, видимо, связаны с различными контекстами. Это вот пример удачно подобранных параметров. А вот пример неудачно подобранных параметров, потому что у нас оказалось, что у нас бывают разные мамы, бывают разные папы, и бывают разные артипли. Вот. Ну, вот хорошо, что только лифт всегда один, значит, по всему корпусу, а вот все смыслы расщепились. То есть мы это можем делать, и потом, соответственно, дача дальнейшей обработки идет вот с таким вот аннотированным потоком символов вместо исхода. Вот таким образом мы можем в случае работы в пониженном векторном пространстве выделять различные категории слов. То есть это здесь взяты первые два пространства из пониженной размерности по СВД. И мы видим, что различные части речи, они в зависимости от того, работаем ли мы в пространстве коннекторов или в пространстве диджантов, различные части речи, и слова, имеющие близкие семантические и грамматические категории, они попадают в разные, примерно в разные кластеры. Вот пример формирования дерева смешанной грамматико-семантической энтологии на примере вот этого маленького корпуса P.O.C. English. Вот мы, например, можем здесь увидеть, что слова с расщепленными смыслами попадают в разные кластеры. Вот, например, SIS и SO.B попадают в одну группу, да, потому что это глаголы. А вот где-то можно посмотреть, здесь есть еще одно SO, вот какое-то SO, 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 SO. Где-то было еще одно SO, в общем, второе SO, оно попадает в какую-то другую категорию, значит, существительные, с молоком, по-моему, попало. Вот, вот, HAMMER и SO. То есть вот мы видим, HAMMER и SOB это инструменты, а SOA, точнее, если я имею в виду, а SOB и SIS это глаголы. То есть глаголы, причем, которые, так сказать, говорят о том, что кто-то что-то видит или видит. Значит, вот пример тоже, так сказать, удачно сложившихся кусу фрагментов антологии из всего уже большого, так сказать, вверхчиного корпуса. То есть мы видим, что выделяются кластеры, допустим, связанные с днями недели, с временами дня, с часами, с отношением, значит, сегодня-завтра-послезавтра, так сказать, тоже выделяются. Но, надо сказать, что это хорошие примеры, потому что плохие примеры, они выглядят не так красиво. Вот, собственно, результаты, которые, ну, можно назвать противоречивыми. Причем, что интересно, они противоречивы даже с точки зрения, так сказать, тех вот людей, которые изначально этот проект инициировали. Потому что, с точки зрения, по мнению тех людей, которые вот эту вот историю задумывали, полагалось, что чем больше будет корпус, тем точнее будут результаты, тем лучше будет получаться результат. Значит, получилось с точностью данного болота. Вот, это первое, что получилось, я сейчас прокомментирую. Второе, что получилось, что? С точки зрения, что данного болота, что значит? А, получилось, что чем меньше корпус, в нашем случае, тем лучше результаты. Вот, это первое результат. Ну, давайте я тогда уж прокомментирую. Значит, что мы здесь видим? Значит, здесь мы видим три блока. Каждый блок – это корпус. То есть, вот это вот у нас блок POC English, вот это вот, самый простой, значит, который создан вручную для маленькой вселенной. Это вот, значит, мама, мама и дети. Это вообще все детское, все творчество для детей англоязычного. Значит, дальше. В каждом блоке есть два подблока. Первый подблок – что мы учим грамматику на эталонных парсах. То есть, мы взяли вот этот вот тот или иной корпус, вот первые темные строчки, и получили парсы, либо создали их вручную для вот этого маленького корпуса, либо их сгенерили с помощью линграммара. Значит, это вот в случае этих двух больших корпусов. И вот мы видим, что F1 на парсах. То есть, помните, там была картинка, где мы сравниваем парсы, полученные до формирования грамматики, с эталонными парсами. Здесь они совпадают полностью, тут они совпадают полностью, тут они совпадают полностью. То есть, здесь мы контролируем, что те парсы, которые получались на вход в компоненте, ответственные за вывод грамматики, они идентичны оригинально. Ну, потому что они получены с помощью известной английской грамматики. Это неудивительно. А вот следующие два блока, две строчки в каждом подблоке, это когда входные парсы получаются с помощью статистического парсера, в данном случае МСТ парсера. И вот их качество. То есть, первое, что мы сразу же видим, что чем больше и чем сложнее корпус, тем у нас стремительнее падает качество парса. То есть, у нас оно 71, тут уже 68, а тут уже 52. Дальше, что мы видим в последних двух колоночках? Ну, это не так интересно. Это процент того, сколько мы всего разобрали правильно или неправильно. Это не так показательно. А вот здесь вот у нас, собственно, F1 по тем парсам, которые мы получили с помощью грамматики, которая была получена на вот этих вот парсах. И мы видим, что на маленьком корпусе, если у нас идеальная грамматика, мы получим идеальную грамматику автоматически, и на основе ее получим идеальная парса. Если мы возьмем более сложный корпус, то мы, опять-таки, получим парсы идеальные и грамматику, дающую возможность получить парсы близкие к идеальным. А вот если мы возьмем большой корпус, да, то у нас и, собственно, качество, то у нас даже на идеальных парсах получится качество достаточно низкое. Вот. А если мы возьмем парсы, значит, статистические, то оно вообще будет, что называется, никуда не годиться. Ну, как, не совсем никуда, но, в общем, хуже, чем все остальное. То есть мы видим, во-первых, что первое вывод, что если есть хорошие парсы, мы можем сформировать грамматику, а если парсы плохие, причем не обязательно, на небольших корпусах это пока что не работает. Вот. А если у нас еще и парсы плохие, то мы заведомо ничего хорошего не получим. Вот. И вот самый, как бы, еще один противоречивый результат, ну, для английского, может быть, он более понятен, значит, показывает, что. Значит, вот каждая строчка, здесь показано различный способ получения парсов. Например, первая строчка, мы берем английские парсы, и с помощью различных алгоритмов, различные способы кластеризации, там, различные, там, параметры фильтрации слов, это не стоит на это тратить время, но суть в том, что какие бы алгоритмы мы ни брали, на исходных парсах мы всегда получаем самую лучшую грамматику. Вот для Гутенберг-Чилдрена здесь от единицы до 65. Если мы возьмем просто тупо, без всяких, значит, там, так сказать, нейронных сетей, которые, значит, эту задачу решают неделями, значит, тренируясь на различных предсказаниях, или если мы будем брать статистические парсы, мы получим вот что, то есть мы получим результат, скажем так, третьего сорта. А вот результат второго сорта, это просто механическое соединение слов в входной последовательности, в связанный список, вот, и эти результаты, они получаются выше, чем любой из статистических методов. Ну, единственная оговорка, что вот статистические парсы, полученные с помощью глубокой нейронной сети, значит, они чуть-чуть лучше, чем все остальные статистические парсы. Но в целом они все сопоставимы со случайными. Да, вот еще что будет, если просто брать случайные на входе, на вход парсы подавать, но они не намного хуже, чем в среднем все остальное. Вот, соответственно, значит, если подводить итог вот этой вот первой части, значит, вывод первый, что если у нас исходная грамматика есть, если у нас есть хорошая грамматика, то мы можем сформировать достаточно хорошую формальную грамматику, в принципе, и чем лучше у нас эти парсы, тем лучше у нас грамматики. Вот, значит, статистический парсер на основе МСТ-парсера того или иного пока что не может быть лучше, чем последовательный. Вот, ну и, значит, ряд направлений для последующих работ. И, наверное, поскольку есть еще второе часть, но давайте я, значит, пару слов скажу, только очень быстро, про, значит, того, какое это отношение имеют к тому, чем я занимаюсь в своем уже проекте. Значит, если посмотреть внимательно, то вот эти вот формальная грамматика, которая описывает языковую муковую модель в виде отдельных категорий, провязанных между собой дисджанктами, где каждый дисджанкт является конъюнктивным объединением множества связей с грамматическим смыслом, может рассматриваться как низкоуровневая часть некоторого семантического дерева, которое включает в себя как различные слова и словоформы, так и различные грамматические категории, так и различные семантические категории, так и различные логические операции, которые могут объединять эти слова в предложениях, либо определять их последовательность, либо определять их взаимозаименяемость. Вот, и если мы можем построить такой большой семантический граф, то мы всегда однозначно можем каждое конкретное предложение, разметив, спроецировать его на этот граф. Вот, допустим, у нас объект может быть спроецирован на вот эту вот ветку графа, значит, глагол может быть спроецирован на вот эту вот ветку графа, А субъект может быть спровоцирован на вот эту вот ветку графа. Причем где-то они могут сходиться, но и надо понимать, естественно, что этот граф, он не иерархический, а он хетерархический. То есть у нас одно и то же слово может относиться к различным грамантическим и семантическим категориям. Допустим, множественное число, единственное число, мужской, женский, род, будущее, настоящее, там, как-то, ощупляться по амонимам и синонимам. И работая в парадигме вот такого вот графа, мы можем формально описывать решение различных задач НЛП, включая классификацию, извлечение сущностей отношений и атрибутирование сущностей отношений или распознавание эти именованных сущностей в тексте. Вот в проекте Яйджинс язык описания вот таких вот так называемых глубоких шаблонов, он позволяет как раз решать вот все задачи. Вот пример того, как мы берем кусок текста на естественном языке и берем некоторый глубокий шаблон, перемножая шаблон на текст, мы получаем объект, у которого определены значения атрибутов, которые можно складывать в революционную или семантическую базу данных. Ну и как раз вот, собственно, пример того, как можно использовать линграммор дополненной онтологической информации для генерации речи при построении систем разговорных коммуникаций и чат-ботов, пресловутых. Вот если возьмем, допустим, некоторый фрагмент онтологии, который описывает процедуру давания руки, вот, причем на нижнем уровне эта онтология может распадаться на сегмент русскоязычный и на сегмент англоязычный, при том, что как бы корневые смыслы верхнего уровня в абстрактном будут примерно неизменны. Вот, активизируя, активируя те или иные подграфы в этой сети, мы можем генерировать те или иные предложения. То есть, грубо говоря, если мы генерируем подграф, значит, вершину подграфа поведительное наклонение, вершину подграфа русский язык, вершину подграфа процесс давания руки, то у нас активируется концепт рукодать, активируется концепт, значит, последовательность генерации глаголов поведительного наклонения, вот, ну и, соответственно, мы на выходе, получив, собрав, так сказать, возбуждение в активированных вершинах тематического графа, мы получаем, собственно, те вершины, которые, получаем тот подграф, который является уже выражением на, в терминах конкретных слов. Ну, вот, пример того, насколько проблема World Census Explication актуальна, что в одном предложении может быть четыре слова косой, не пять слов косой, где каждое слово имеет свой уникальный смысл. Все, спасибо, вот это вот все, что с первым докладом было. С русским это не самый худший случай, как говорят авторы, там, с французским, с ятовским, то есть, есть языки, языки, где еще хуже, чем с русским, вот, но для русского грамматика связи есть, на самом деле, то есть, там она не полная, и там есть какие-то проблемы, вот, то есть, я сразу, честно скажу, я не являюсь специалистом в области грамматики связи, это вот с Мерузиным Федоровичем или с Батурой Татьяной можно поговорить, вот, но важно то, что линграммор, он, по крайней мере, это как бы продукт, то есть, линграммор, это работающая технология, вот то, что я сейчас рассказывал, это в большей степени исследование. Вот, но да, да, он реально, линграмма работает только для английского, причем он для английского тоже работает только для литературного английского, если брать, допустим, там, общение в чатах, или где-нибудь, там, какие-нибудь технические тексты, он этого не переварит, потому что там этого нету. Что? Проблема просто, что, во-первых, нету слов в словаре, ну, в основном, в основном, нету, что нету слов в словаре, то есть, линграммор, он умеет понимать только те слова, которые есть в словаре. Вот, для того, чтобы, значит, я уже дальше начинаю спекулировать, если мы хотим линграммор запустить, значит, не расширяя его новыми словами, применить его, значит, к новой предметной области, мы либо должны получить для этой предметной области кучу тренировочных текстов, и, используя нашу технологию, через какой-то момент, или создав аналогичную, или вручную, дополнить этот линграммор-словарь новыми терминами и соответствующими правилами, если нужно, либо нужно прикрутить какие-нибудь нейронные сети, которые, видя незнакомые слова, будут угадывать их смысл и каким-то образом подсовывать эти слова линграммору, чтобы он их привязал к той или иной категории, но вот это уже, так сказать, тяжелое, что-то будет совсем. Ну, да, то есть, в общем, эта проблема не является решенной. То есть, на сегодняшний день, как бы вот в кругу, в моем кругу общения предполагается, что если мы приходим в новую предметную область и хотим там применить линграмма, либо мы должны там энное количество человека лет лингвистов получить, чтобы они, значит, дополнили эти словари, либо вот какая-то такая технология должна дообучить, значит, вот этот вот словарь на основе новых тренировочных корпусов. У вас категории имеют такие грамматические, да? Что? Это категории, которые мы относимся к словам, это только грамматические категории. Значит, смотрите, какие у нас получаются категории. Значит, во-первых, с моей точки зрения, жесткой границы между грамматикой и семантикой нету, потому что пол. Пол. Вот пол – это семантика или грамматика? Ну вот в русском языке это и семантика, и грамматика, потому что слова различного пола, они, так сказать, соответствуют сущностям различного пола, и во многих случаях они грамматически, так сказать, участвуют в разных конструкциях. Возможно, в каких-то языках это не так. То есть, возможно, в каких-то языках слова пола не имеют, я не знаю. Это называются семантические категории. В русском языке это называется семантические категории. Вот, да. А вот, опять же, и вот то, что мы получаем, да, это вот как бы по существу. По сути, то, что мы получаем на сегодняшний день, это некоторая каша. То есть, когда вот то, что я показывал, там деревья, где они были, так, сейчас, так, где это были деревья, деревья, вот. То есть, вот если здесь внимательно посмотреть, по какому принципу слова группируются, а потом еще заглянуть в исходный корпус, мы поймем, что часть слов связались по грамматике, а часть слов по семантике. Вот. То есть, пока что в этом вот... Вот как раз для того, чтобы правильно было построено дерево категорий, вот здесь вот я соглашусь, что чем больше данных, чем лучше. То есть, нужно, грубо говоря, чтобы каждое слово поучаствовало во всех возможных грамматических контекстах для того, чтобы правильно отнести его к той или иной категории, к дереве. А набор категорий предсадов? Нет, 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 конечно. Если бы набор категорий был задан, то все было бы относительно гораздо лучше. Но в том-то и все дело, что набора категорий мы не знаем. То есть, это в чистом виде он супервайзит ленинг, соответственно, это кластеризация со всеми проблемами, связанными с кластеризацией. Потому что, когда мы берем, делаем кластеризацию, к примеру, по кайминц, в зависимости от того, какое число к мы задали, у нас получатся различные результаты. Мы пытались использовать различные способы, чтобы оптимизировать это число кластеров на маленьких корпусах. Вот, например, на POC English, и нам удалось с помощью силуэт-индекса найти оптимальное число кластеров. То есть, грубо говоря, мы начинаем с большого числа кластеров, и в какой-то момент у нас начинает расти силуэт-индекс, и как только у нас силуэт-индекс вышел на некоторый максимум, значит, мы останавливаемся и считаем, что мы достигли оптимальной кластеризации. Что дальше они уже будут просто собираться в один кластер. В худшем случае там потом еще спад начинается. Вот, а на больших корпусах, вот, там найти глобальный максимум, точнее, максимум силуэта, во-первых, в веществительном плане невозможно, вот, потому что это просто, это квантовый компьютер, вот, нужен, наверное, для этого. Вот, а во-вторых, нам просто этого не удалось, на том, что мы делаем. Пока. Нет, 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 то есть мы получаем категории, которая называется категория 1, категория 2, категория 3, после чего, как предполагается, должно работать. Вот мы получили некоторую грамматику, потом приходит лингвист и говорит, о, вот здесь вот у вас глаголы одушевленные, вот здесь вот у вас глаголы неодушевленные. Он может взять это в грамматике, поправить. То есть как раз в чем прелесть этого подхода, что мы получаем не нейросеть, а мы получаем грамматику, с которой дальше может работать человек, он ее дальше может корректировать, и в корректированном виде эта грамматика уже может заходить на следующий этап, может уже использоваться для какой-то корректировки и последующей. Конечно, сколько угодно, к сожалению, таких пока что большинство Да, да Окей, так